Приветствую вас! В первую очередь хотелось бы отметить, что ответ моего коллеги Кудрущева Игоря Леонидовича является, на мой взгляд, самым исчерпывающим, самым таким адекватным, самым глубоким и самым полным, по отражению, в целом, вашей проблемы. Вот. И я думаю, что для решения вашей ситуации, для разрешения вашей ситуации, если вы хотите, вот, ситуацию разрешить, да, вам, конечно, крайне желательно присущество, значит, к рекомендациям Кудрущева Игоря Леонидовича для того, чтобы у вас, собственно, появился положительный результат. Вот. Значит, я, с моей стороны, также раскрою вам некоторые моменты, вот, надеюсь, вам это будет полезно. Ни в коем случае не преследует цель оспаривать мнение своих коллег, да, ни в коем случае не преследует такой цели. Просто, может быть, немножко по-другому посмотрю на то, что вы описываете. Итак, хочу поговорить с вами о своей проблеме. Пишите вы. Ольга, понимаете, вот, вы не говорите с нами о своей проблеме так, так, в такой форме. В такой форме вы получаете только определенную обратную связь. Поговорить, поговорить, это значит обратиться непосредственно к самому специалисту. Поговорить, это значит пообщаться, побеседовать, понимаете, повзаимодействовать. Вот что такое поговорить. В вашем случае это не поговорить. В вашем случае это просто-напросто опубликовать свой вопрос и получить ряд ответов на него. Причем ответов зачастую таких, что взаимоисключают друг друга. Вот, у нас, к сожалению, вот, такое бывает. Вот. Поэтому, значит, так мы с вами, мы с вами не поговорим. Вот. Вы можете поговорить, если обратитесь к любому из нас, да, вот, и, собственно, проведете консультацию, да. В этом случае вы можете поговорить, в этом случае действительно будет разговор. Если вы именно разговоры хотите, а не чего-то еще. Дальше, с мужем мы живем вот уже двенадцать лет. Ну чтож, срок достаточно большой. Двенадцать лет срок более, чем приличный. Вот. Вы молодцы, что, что столько вот времени вместе прожили. Вы молодцы. Ну, я считаю, я считаю, что молодцы. Вот. Вопрос только на самом деле заключается в том, что вас объединяет друг с другом. То есть, то, что у вас, у обоих, это второй брак, это понятно. Ну, то есть, я понимаю, что отношения ваши, они, вот, вот, выстраивались уже после получения первого опыта. Но, что вас объединяет именно с мужчиной? Вот, эээ, что мы думаем общего? Как вы встретились? Эээ, как вы стали общаться? Почему вы выбрали именно этого мужчину, себя? Вээээ... Ну... Вэээ... Вээ... Пару? Как вы его воспринимали? Изначально. Да, то есть, воспринимали вы его, например, как? Сразу? Как.. Как мужч... Мужчину. Сразу как мужчину. или вы воспринимали его как личность, вот, почему за 12 лет у вас нет детей, то есть вот как бы, ну, именно ваше отношение к этому, то есть хотите вы детей, не хотите вы детей, да, то есть это вот очень, ну, такой важный момент. То есть одно дело, если хотите детей, и по какой-то причине у вас это не получается, другое дело, если вы не хотите детей, и в таком случае у вас все устраивает, но, тем не менее, тем не менее, 12 лет, да, у вас нет детей. У меня и у него, это второй брак. Хорошо, значит, про него вы сказали, про него вы рассказали, вы рассказали про него, о том, что он ушел, потому что был гнет его жены, да, его тещи, там, и тогда. Да, именно был гнет секстренов, хоть и не совсем понятно, но, по крайней мере, общее представление есть от этой ситуации, ну, по этой ситуации. А почему ушли вы, от своего мужа, с чем это связано, почему распался ваш брак, по какой причине распался ваш брак? То есть вы, знаете как, вы вот, ну, производите впечатление человека, такого достаточно ответственного, да, то есть вы производите впечатление у человека, который ведет себя, ну, скажем так, не ведет себя необдуманно. И я полагаю, что если, если вы ушли от своего мужа первого, вот, то, наверное, наверное, до этого были какие-то причины. Вот. Вот. То есть, ну, были какие-то причины, почему вы ушли от своего первого мужа. Вот. Мне бы очень хотелось, чтобы вы дали, ну, дали нам понять эту причину. Вот. То есть, из-за чего вы ушли от первого мужа. По какой причине вы ушли от своего первого мужа. Что там были у вас за проблемы? Вот. Ну, с первым мужем. То, что проблемы какие-то были, это факт. А в том, какие, какие проблемы. Дальше. Дальше. Так. Он был очень стеснительный и даже робкий мужчина. Подумайте, вот, вы выбираете себе партнеры, да, вы выбираете себе партнеры робкого и стеснительного мужчину. То есть, это не хорошо и не, собственно, плохо, да, это, ну, просто вот, просто вы выбрали себе такого мужчину. И вы его либо принимаете таким, то есть, либо вы его принимаете таким вот, что он такой робкий, и стеснительный. Либо вы его не принимаете таким, что он робкий и стеснительный. У меня сложилось такое ощущение, вот у меня сложилось такое чувство, что вы его, именно таким вот, робким и стеснительным, да, вы его не принимаете. То есть, у меня сложилось такое чувство, что вы не готовы его принять, не были. Так, но вытеснительный, именно в силу того, что вам хотелось показать, вам хотелось показать ему, что он мужчина, да, что он в семье, в семье и в жизни мужчина. И тут, собственно, вопрос к вам, если вы хотели ему что-то показать, то получается, что вы не были готовы его таким принять, таким, какой он есть. И зачем же вы тогда его выбрали себе в партнера? Ну, для чего? То есть, вот, чтобы что вы выбрали себе в партнера, чтобы что? Понимаете? Ага, вот. Это, конечно, очень важный момент, на самом деле. То есть, здесь уже сразу идет непринятие, непринятие его, непринятие его таким, как он есть. Именно робкого мужчину, да, вы не хотели. Робкого и стеснительного мужчину вы не хотели. Вы хотели что-то другое, что-то другое, кого-то другого, возможно. По словам его самого, его мамы и многочисленных родственников, в первом браке он был несчастлив из-за постоянного гнета своей жены и особенно тёщи. И по какой-то причине это он терпел. То есть, тут дело не в том, что он был под гнетом кого-то. Дело не в этом. Дело в том, что он терпел это. Понимаете? То есть, он ничего не делал для того, чтобы ситуация изменилась. Он терпел, вот он потом просто взял и ушел, да, но он терпел. Ну, спрашивается, если жена начала его там угнетать, да, как тёща, то зачем с ней быть? Зачем быть с этими людьми? Ну, для чего-то, для чего-то он с ней был зачем-то. Правда, не совсем понятно зачем, но это опять же то, что вы, вероятно, вот не спросили. То есть, либо, либо он в ней очень сильно нуждался, вот, либо там, ну, я не знаю, либо там было что-то ещё, да, что-то ещё, о чём мы здесь, ну, что-то ещё о чём мы не можем знать, не можем догадываться. Понимаете? Какая история. Вот. Дальше. Сначала у нас все было замечательно, пишите вы. А это как, Ольга? Замечательно. Вот, по вашему мнению, по вашему мнению, замечательно. Это как? Я серьёзно, я серьёзно хочу, чтобы вы рассказали, как это. То есть, в вашем понимании замечательно, это что такое? Именно в вашем понимании, что для вас есть замечательно, что для вас есть хорошо, что для вас есть гармония. Как вы это для себя сами, может, ну, видите, видите. Вот. Но это нужно, опять же, понять. Мне хотелось дать понятие ему, что он мужчина и в семье и в жизни, дать ему уверенность в себе. Ну, понимаете, помимо того, что сказал мой коллега, да, чтобы не повторяться, мне бы хотелось просто заметить. Просто заметить, что вы, когда хотели дать ему понять, что он уверенно, ну, что он мужчина и так далее и так далее, вы, по сути, позиционировали себя, или лучше сказать, сэ позиционировали себя. Как ведущего партнёра, то есть, партнёра более сильного, то есть, партнёра, который готов что-то давать и давать много. Понимаете? Какая история здесь у вас? Вот. И это важно понимать, это важно понимать, кем вы для него стали, кем вы для него стали, кем вы для него начали быть, да. Понимаете? Когда, соответственно, ну вот началось. Вот. То есть, когда начались ваши отношения, кем вы для него являлись? А вы для него являлись донором. донором. По сути. Понимаете? По сути, для него вы являлись именно донором. То есть человеком, который вот, ну, что-то делает для него. Человеком, который должен ему, то есть о равноправии здесь никто не говорит в ваших отношениях. Никакого равноправия, к сожалению, у вас нет, ну не было, скажем так, не нет, а не было. Равноправия, именно равноправия. И мужчина все время чувствовал, что у вас есть больше, чем у него. Мужчина чувствовал, что вы должны ему больше, чем он вам. Потому что вы позиционировали себя так. По факту, по факту, да, позиционировали вы себя именно как спаситель. То есть вы решили спасти своего мужчины, мужчину, да, от, скажем так, ну, допустим, от гнета, от гнета его бывшей, допустим, жены и тёщи. Вы решили избавить его от негативных последствий данной ситуации. То есть не он сам, как бы, избавлялся от этого. Не он сам, а вы. Что, соответственно, порождало у мужчины чувство, что он имеет право от вас требовать. Требовать от вас там, ну, какие-то вещи. Вот. Дальше. Мама его тоже была достаточно скромная и сдерживая. Смотрите. Здесь история такая. Значит, знаете ли вы, чем продиктована скромность и известность? То есть, ну, вообще, что это такое? Чем это продиктовано, чем это вызвано, как это вообще работает и так далее? Вот. Ну, я, если честно, думаю, что вы не знаете, я думаю, что вы не, ну, не отдаете себя от чёрта в том, что это такое. Вот. То есть, вероятно, вы не знаете. Если вы не знаете, то вы воспринимаете эти же, эти же черты человека, да? Вот. Исключительно, как, значит, ну, как что-то, знаете, что-то аутентичного. Как что-то аутентичного. То есть, как что-то самостоятельное. Вот. В действительность. В действительность. Это не самостоятельное качество. Это одно из проявлений этого качества. Но не самостоятельного. Раздержанность и скромность свидетельствуют о подавлении своих желаний, о подавлении своих эмоций. И, соответственно, если и мужчина, да, и мама ведут себя так, это значит, что они себе что-то подавляют, а значит, что они рано или поздно как-то начинают дорожать. А для чего вам, опять же, задаю вопрос, да? Для чего вам такой человек? Для чего вам такой человек, который ведет себя так по отношению к вам? Зачем вам такой человек? Скромный и так далее. Чтобы чувствовать себя сильнее. Чтобы на его фоне выглядеть лучше. Зачем? Заметьте, я вас честно не обвиняю. Я не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвинял. Я просто хочу, чтобы вы для себя это поняли. Я просто хочу, чтобы вы для себя это, ну, поанализировали. Чтобы вы для себя как-то вот что-то выявили. Понимаете? Я хочу, чтобы вы что-то увидели для себя в этом. Я хочу вас обвинять в чем-то. Не подумайте, пожалуйста. Но я также понимаю и то, что если вы действительно хотите, чтобы ситуация изменилась, да, если вы действительно хотите, чтобы все было по-другому у вас, то придется ответить себе на вопрос, зачем вам такой мужчине, который вы впоследствии стали переделывать, менять всегда. Вот. Возможно, вы хотели его контролировать. Ну, возможно. Даже я здесь не уверен. Да, я не знаю. Я не знаю, как это стоят дела. Вот. Ну, на самом деле, да, я не знаю, как это стоят дела. Но это нужно разобраться. Потому что если вы, вот, выбрали себе такого человека не случайно, да, если вы выбрали себе такого мужчину не случайно, то свои желания, которые стоят за этим выбором, нужно в доле два раза. Так. Со временем мне стало казаться, что я лично избавил его, что ли, его и своих игроков тем, что старался ни в чем им не отказывать. Правильно? Потому что вы показали им, что у вас нет своих личных границ. Вы показали им, что они могут требовать от вас все, что хотят. Вы дали почувствовать этим людям свободу, свободу по отношению к себе. Вы дали понять, что вы готовы пожертвовать, значит, ну, готовы пожертвовать своей свободой, готовы отдать часть нашей своей свободы, и большую часть своей свободы. Вы готовы ради них отдать. Эти люди привыкли к тому, что вы позволяете им много, не привыкли к тому, что вы говорите нет, и, соответственно, начали вести себя уже теперь по-другому. То есть, соответственно, эти люди начали вести себя по отношению к вам, ну, скажем так, более вызывающие, да, более, так, потребительские что-ли. Вот, они перестали вас оценить. Опять же, опять же, да? Вот, я понимаю, я понимаю, что вам это не приятно, но скажите, а как можно относиться к человеку по-другому, да, если он себя не ценит? Вот в данном случае, да, в данном случае, вы себя, ну, нельзя сказать, что вы себя цените, правильно? Нельзя сказать, что вы себя прям уважаете и любите. Нельзя сказать, что вы заботитесь о себе. Нельзя, правильно? Нельзя. И в этом случае, как можно говорить о том, что эти люди относятся к вам несоответственно? Они относятся к вам так, как вы относитесь к себе, если что вы позволяете по отношению к себе, другим людям, исходя из своего представления о себе, так они к вам и относятся. Дальше, ну, где, так, привили, забрется, обидится, оказываю, и мы матери должны внимать. Ну, да, 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 это нормально. Вот когда люди теряют границу, начинают требовать больше, да. Ну, и, соответственно, вот вы пишите, например, собрались выходные отвезти внуков на дачу, собралась выходные отвезти внуков на дачу у внуков, а это внуки, это кто, кого, чьи, не очень, не очень понятно. Муж в воскресенье на работу выходит, он подавил мне претензии, что я, мол, обещала всегда с ним ездить, а сейчас одна поедет. Ну, так правильно. Правильно? Муж прав, понимаете? Муж с моей стороны прав. Муж. Так что вы же обещали ему на дачу поехать, ездить все время, вы же не говорили ему, что вот я собрались, но там, например, в какие-то моменты, да, меня не будет, не будет. Вот вы же ему обещали, обещали, а мужчина слома принимает буквально, и вряд ли его можно, собственно, что, собственно, за это винить, вряд ли он принимает слома буквально, мужчина. Поэтому тут он с твоей стороны прав. С другой стороны, с другой стороны, проблема заключается в том, что вы дали такое обещание, которое начально выполнить было нельзя. То есть, когда будут обстоятельства, когда будут какие-то, какие-то ситуации, когда, ну, когда нельзя будет выполнить ваше обещание. Понимаете? А человек, человек, он действительно ждет, он действительно ждал, что вы будете его, ну, выполнять его обещание. Выполнять свои обещания. Будем выполнять это. Вот. И как бы вот, со своей точки зрения, да, мужчина, он еще раз повторю, он брат, со своей точки зрения. Но вы, вы зачем-то, зачем-то вы дали такое обещание, которое, еще раз повторяю, да, не могли выполнить никак, это было невозможно. Вот зачем вы дали такое обещание, это уже вопрос. Может быть вы дали это обещание, потому что вам было мужчине жалко. Жалко. Вот. Может быть вы хотели дать ему понять что-то. Может быть вы хотели как-то себя почувствовать лучше, ну, более лучше. Понимаете? То есть тут, тут вот такой момент, момент. Вот. Святая претензия, эта претензия означает, что человек, не видя отважных нет, заполняет эту пустоту собой. По-другому не бывает. Святое место пустое не бывает. С подругами та же история. Нас три подруги, одна не замужем, мы всегда собираемся вместе без мужчин втроем поболгать о своем агентстве. Так кто-то начинает, а ты с ними, а я с друзьями не встречаюсь, в гости без тебя не езжу. Так а в чем проблема? Вы ему говорите, я говорю, что это не торжество, где, по-моему, гости, а просто женская пустое втроем все равно дуется. Так правильно? Дуется? Потому что он ждет, что вы будете вся полностью принадлежать ему. Я, кстати, не очень понимаю, да, то, что изменилось. То есть если вы изначально встречались с подругами и все было нормально, а теперь вот такие, как бы, претензии. Но в любом случае, вы выбираете не совсем адекватную здесь модель поведения. Вы говорите им, что это не торжество, да, то есть обесцениваете то, что вы делаете. Действительно, надо сказать, так вообще проблема, он гуляет, встречается, все, я ж тебя не заставляю. Вот. Мужчина получается к вам примерно, действительно, как ребенок, а вы для него, как мама. И как ребенок, он требует от вас, как от мамы, полного внимания. То есть любая мама должна посвящать своему ребенку все свое время. По такому принципу детства, вот, отношение родит ребенок. Вот. Дальше. В игровой вы пишите, тоже ерунда получается. Понимаете, надо матери помогать, но у нее продукты из холодильника просто валятся. Морозилка забита, ротом можно прокормить. А он все возит, а она все не отказывается. Ну, здесь, я думаю, что я не очень здесь понимаю, конечно, что опять же, да, все упирается в некий такой временной промежуток, да. То есть если так было изначально, что мужчина, значит, о своей маме заботился, ну вот так, да. То мне здесь, конечно, не совсем ясно, в чем именно, в чем именно ваша проблема, да. То есть, ну, он возит ей продукты, пусть возит. Вот. Если он, там, например, не покупает домой таких продуктов, да, какие вот возит маме. Ну, это опять же, это опять же, это вопрос скорее мотивации. То есть, а зачем, знаете, да, вот зачем я буду возить эти продукты? Зачем я буду возить, зачем я буду отдавать их жене, да, зачем я буду тратить деньги на свою жену? Ну да, если, если она, она и так, как, как бы, а, значит, ну, ну, если она и так, а, все примет, все примет. Да, то есть, вот, вообще, все примет. И, и на все согласится. Вот. Знаете, я понимаю, что она обидна, а чего вы хотите? Вот, чего вы хотите? По отношению к себе вы, наверное, хотите заботу. По отношению к себе вы, наверное, хотите внимания. Хорошо, если так. Хорошо, если так. Хорошо, если так. Здорово. А что вы делаете для того, чтобы получить это внимание? Что вы делаете для того, чтобы мужчина хотел, хотел дать ему внимание? Дальше, так, значит, вы пишете, что еще обидно, что он не очень часто, не очень часто, но интересуется. Так, а вы, Ольга, вы с собой тоже не очень часто интересуетесь, мне кажется, вы постоянно приносите себя в жертву, вы не цените себя, вы не заявляете о себе, вы не говорите, что, нет, я не буду этого делать, нет, я не хочу этого делать, ничего этого вы не говорите. Так, и как же вы хотите, чтобы вам интересовалось? Понимаете, вот это, по сути, примет ответственности. Вот, конечно, да, но может быть в вашей семье, да, вот так вот принято, что людям угождать, да, для людей что-то делать и надеяться на то, что что-то будет по-другому, надеяться на то, что люди будут благодарны вам, короче говоря. А это, 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 это так не работают. Матика, это не работает. Люди сами, как правило, а, вот именно, опять же, да, как правило, сами люди, а, замедлять не будут. Того, что, вот, вы, ну, того, что вы делаете, сами по себе, да, вот сами по себе люди замечать этого не будут. И, именно, именно, вот сами по себе люди не будут этого замечать. Замечать. Поэтому здесь история, скорее, она про вас, чего хотите вы, что нужно вам, чем нуждаетесь вы и как вы к этому будете стремиться. Вот, вот, вот это то, что нужно вам для себя понять. То есть, если вам обидно, то, а от чего вам обидно? В чем вам обидно? Давайте, давайте подумаем, как вы можете удовлетворить свои потребности. Да? Вот. Могу из поликлиника прийти, он откроет дверь и пошел. Никак сходил, ничего, врач сказал ничего. А, вот, опять же, да, как вы себя стали, стали часто ругаться? Правильно. Часто ругань, это проявление, это проявление эмоций, которых вы подавляете. Он какие-то эмоции подавляет, вы какие-то эмоции подавляете, да? Никто не говорит о том, чего хочет. Мужчина говорит больше, а вы нет. Вот. Вы пишите, мы живем и меня, если бы нет, я бы, я бы, я бы уже давно ушла, хотя бы на время, а мне даже идти не будет. Если это ваша квартира, то, соответственно, мужчина там может его выгнать. Может просто его выгнать. Так, так, вы, получается, опять же, ищите способ, чтобы не принимать ответственность. Ну, то есть, чтобы не брать ответственность, не принимать решение по факту. Подскажите мой ответ, я сама в чем-то виноват, мне надо как-то по-другому на ситуацию смотреть. Ну, не виноваты вы, скорее, ответственны. Вы ответственны за то, какой способ, за то, какой, какие, точнее, способы вы выбираете для реализации своих желаний. Вот так сказать. То есть, вы чего-то хотите. Кстати, вы не хотите ничего необычного в этом смысле. То есть, вы хотите, в принципе, довольно же, что хотят и каждый. Вот. Вы не хотите чего-то странного, вы не хотите чего-то необычного. Вот. Но вопрос в том, как вы к этому стремитесь. Да, вопрос в том, как вы этого добиваете. Вопрос в том, как вы это получаете. Как вы стремитесь это получить. Вот. Сразу. Вот и все. Я не увидел у вас в тексте чего-то такого, что вы прям вот очень, может, как-то вот прям необычно прям хотите. Я не увидел в этом у вас в тексте ничего такого. Вот. Просто вы ставите себя определенным образом, что люди, они воспринимают ваши действия как само собой разумеющиеся. За счет своей скромности, да, они компенсируют, да, компенсируют свою скромность, да, вот то, что они скромно, они компенсируют это вашей активностью. Вот. Поэтому вы сошлись не случайно. Ваши способы получить желаемое, да, получать то, что вы хотите, ваши способы. И способы, там, грубо говоря, мужчины, да, они совпадают в этом аспекте. Понимаете? Вот. И, к сожалению, именно поэтому вы с собой сошлись. Потому что идеально совпадают, ну, предпочитаемые, предпочтительные способы реализации своих потребностей. Вот и все. И пока вы не начинайте говорить о своих потребностях и заявлять о том, чего хотите вы, и говорить о том, что вы не будете, там, допустим, ну, допустим, да, допустим, и не будете делать чего-то. Вот. Ситуация не изменится. Потому что у мужчины нет, нет мотива меняться. Ну, серьезно, подумайте. Зачем человеку меняться? Для чего человеку меняться? А, вот, что он получит? Изменить что-то. Как бы. Скорее всего. Ничего. Скорее всего. Вот. Знаете, какая история. Вот так. Я думаю, вот так вот вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Можно ли говорить о том, что это ваши сложившиеся установки и паттерны поведения? Да, можно. Можно ли говорить о том, что вы вот так себя ведете, потому что по-другому не знаете, как устраивать отношения? Да, можно. Можно ли говорить о том, что вы себя не чувствуете в безопасности, когда, значит, ну, такая ситуация происходит? Что ситуация, например, когда, когда люди изначально доминируют над вами. Да, можно. Потому что вы чувствуете, ну, вот, с первым утром, наверное, история была несколькими на... Там мужчина, возможно, вами пользовался, да, мужчина активно вас эксплуатировал, и вам это было неприятно. Вы от него ушли. Вы ушли найти себе такого, который не эксплуатировал. Но который со временем стал просто от вас требоваться больше и больше. То есть, если первый мужчина, он вел себя с вами, с вами как родители, а вы видели себя как ребенок, то в этой истории уже вы ведете себя как родители, а он, а ваш мужчина ведет себя как ребенок. Но правда заключается в том, именно правда заключается в том, что ваши отношения не равны. То есть, не выстроены по принципу взрослые-взрослые. Либо, либо модель отношений вас не устраивает. То есть, мужчина устраивает такая модель, его устраивает такая модель, модель ребенка. У вас нет. У вас не устраивает модель родителей, от которого требует. Поэтому вам нужно начинать менять свое поведение. Не исправляться, а именно скорректировать свое поведение по удовлетворению потребностей. Ну и, соответственно, если есть какие-то паттерны, то есть, для чего вы это делаете, почему вы это делаете. То это все нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.